МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ТВЛ. И прямо сейчас мы расскажем вам о главных событиях прошедшей недели. Выпускные вечера в школах города пройдут в субботу. Городской бал выпускников уже состоялся. В Доме культуры кружились в танцах стройные юноши и красивые девушки, вызывая слезы умиления у своих родителей. Городской выпускной бал. И в центре внимания они, завтрашние выпускники. Им вручают грамоты и благодарности. В их адрес звучат самые теплые и искренние слова. Конечно, у вас впереди такая извилистая, непростая дорога. Будут слезы, разочарования, победы, счастья, горечи. По-другому жизни не может быть. Но есть ваши родные и близкие, это ваши родители. И, наверное, все знают уральские пельмени. Нет таких, кто не знает, да? Есть только у Мясникова. У него есть незамысловатая песня. Но очень важные и мудрые слова, которые мне запали в душу, и я думаю, что они западут и вам. И самое главное в этой песне слова. Пока нет своих детей, то не понять нам драмы, как очень сильно по нам скучают мамы. Это самые главные слова. И где бы вы ни находились, сделайте звоночек мамочкам своим, своим отцам, и они будут счастливы вдвойне. Поэтому низкий поклон вашим родителям. Родители не скрывают слез, ведь еще чуть-чуть, и их чадо станут совсем взрослыми. Кто-то уйдет защищать родину, кто-то станет студентом. У многих вскоре появятся уже свои семьи. Педагоги тоже переживают за выпускников, не меньше родителей. Ведь это они все эти годы передавали ребятам свой опыт и знания, пытаясь подготовить их к далеко не легкой взрослой жизни. Хочу пожелать, чтобы знания, полученные в школе, пригодились вам в жизни. Конечно, большинству из вас будет очень трудно применить синусы и косинусы, но остальное вам в жизни, я надеюсь, пригодится. Хочу пожелать вам в дальнейшем больших успехов в учебе. И вам предстоит еще очень замечательные годы студенческие, когда у вас появятся новые друзья, новые знания вы получите. Главное, конечно, если серьезно подходить к этому, я хочу пожелать, чтобы у вас было в жизни все замечательно. И учеба, и работа, а главное семья. С праздником вас, дорогие наши студенты. Ну а после поздравления на путь ве наконец-то сами танцы. Кружась парами под музыку, ребята кажутся такими статными, а девушки такими красивыми, что мамы не могут скрыть слезы умилений, а отцы – чувство гордости. Музыка. 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 Еще чуть-чуть, и ребята навсегда попрощаются с делами. Но школьная пора навсегда останется частью их жизни. И хотя впереди еще поступление в вузы, служба в армии, работа, пусть ребята пока об этом не думают и беспечно наслаждаются последними школьными днями и этим жарким летом. Музыка. Многие жители Электрогорска уже не первый день, а откровенно говоря уже не первый год, ощущают неприятный летний запах. Многие обсуждают, откуда он появился и как бороться с этой проблемой. Мы тоже решили разобраться в этой ситуации. Уже около месяца жители и гостей Электрогорска одолевает неприятный запах, который по меньшей мере вызывает дискомфорт. Да, мы часто ощущаем, и уже не первый месяц, и не первый год, запах органического гниения. Причем во всем городе. И в центре города, и на окраине. Вчера мы были у друзей на даче, это за Стахановским озером, вот там вот гаражи, и туда дальше дача, и там тоже вечером очень ощутимо пахло. Знаете, как вот бражку, когда ставишь, как вот одно, ну что-то там, или селитра, ну вот таким чем-то, я не знаю, вот такое ощущение. Помимо того, что запах распространяется по городу, он проникает и в квартиры. Избавиться от него можно лишь плотно закрыв окна. Когда мы сейчас ночью открываем форточку, чтобы вдохнуть свежего воздуха, у нас просто это не получается, потому что приходится дышать, опять же, этой вонью. Мы закрываем на ночь окна, а это, естественно, мы спим просто без воздуха. Обеспокоены зловонным запахом действительно все. Многие звонили в частном порядке в Распотребнадзор, писали на портал в Добродел, обращались в администрацию. Эту тему ежедневно обсуждают в социальных сетях. Но, к сожалению, многие из ораторов отказались заявить о проблеме на камеру. Люди предпочитают просто возмущаться и обсуждать волнующие их темы между собой, что называется, на кухне. Вот туплятник какой-то воняет, да. Я сама даже думала, что такое. А не слышали, вот соседи, может быть, говорили, кто-то обращался куда-то, жаловался на этот запах? Ну так между собой говорят, а что не поймем, откуда, что идет. Не знаю, но есть, есть. Однако, как мы уже говорили, хватает и обсуждений, и обращений, и жалоб в различные инстанции. Но в чем же все-таки причина запаха? Предположения у всех разные. Раньше была причина, знаете, какая, когда антиген работал, это еще лет 7-8 назад, они какие-то вот от спирта делали выбросы. И запах этот шел. Вот такой запах. Может, опять с антигеном вот этот запах идет. Большинство горожан придерживается этого же мнения и ссылается на запах отходов, который сливает предприятие Брынсалов-А. Один из жителей Электрогорска, гуляя по лесу в поиске грибов и ягод, наткнулся на нечто. Здесь хорошие были грибные места. Вот, и где-то год три, наверное, назад обнаружили вот это болото. И получается здесь, это как сливает то, что вот с фрейна. И получается, оно уже как непонятно. Сами чувствуете запах. Запах не из приятных. Недавно наблюдал весь город этот запах. Увиденным Роман поделился с друзьями и знакомыми и нашей съемочной группой. Вот мы сейчас находимся на этом месте, от которого идет просто зловонный запах. Вот по правую сторону от меня находится предприятие Брынсалов-А. Как мы видим, природа здесь не благоухает. Здесь нет зеленых деревьев. Здесь просто не летают птицы. Ну, аромат, ну, просто не передать. Ну, чтобы меня, наверное, поняли люди, это в сто раз хлеще, чем запах в городе. Ну, примерно, как вот в дачном туалете. Думаю, масштабы увиденного шокировали бы многих. Запах именно в этом месте вас бы тоже впечатлил. После этой находки в лесу мы решили связаться с руководством Брынсалова-А, чтобы узнать, что делает за их забором жидкость, издающая такую вонь. Здравствуйте, девушка. Меня зовут Анна, я с Электрогорского телевидения. Скажите, с кем я могу из руководства поговорить? По вопросам. Ну, у меня вопросы по съемке. Ага. Так, ну, перед поселением он сейчас занят. Давайте я вам перезвоню тогда. Попалась левочка. 5-0-2-15. А, хорошо. А как его зовут? Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, да? А он сейчас занят, да? Подскажите тему, какую тему хотите ответить. Ну, я бы с ним лично хотела переговорить. Ну, не знаю, как он сейчас захочет вам, Андрея звонит или нет. Ну, просто там как бы серьезная такая тема. Я думаю, он в курсе, который волнует многих жителей. Просто я бы лично ему хотела озвучить тот вопрос, который меня интересует. А вопрос у запаха в городе, да? Ну, да, да, да. Ага. Хорошо, мы вам перезвонили. Угу, спасибо. Естественно, нам не перезвонили. Видимо, объяснений у руководства нет, или они вовсе не считают нужным давать разъяснения обычным людям. И жителям все так же приходится наслаждаться неприятным запахом. Что касается самого зловония, измерить его уровень нельзя. Распотребнадзор может лишь провести замер определенного химического вещества в воздухе, который, собственно, вы должны обозначить сами в официальной жалобе. Кстати, на сегодняшний день в Распотребнадзор официальных жалоб на запах в Электрогорске не поступало. Однако люди писали в Доброделы и обращались в администрацию города. Так что там о проблеме известно. Первый раз я поехал посмотреть, что там на самом деле творится. Еще в начале мая, когда первые были выбросы по городу вот этого амбра, этого запаха непонятно. Начались жалобы жителей. Ну и сам я тоже почувствовал. Сначала я предполагал, что сброс идет в ливневую канализацию, как это было зимой. Там все чисто, все сухо. Тогда я пошел по периметру забора и с юго-восточной стороны забора, то есть тот, который выходит на лес, увидел вытекающую темно-коричневую жидкость. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А ситуацию на контроль взял лично глава города. Конечно, но мы же никуда не деваемся, живем в этом городе. Ну и конечно утром приезжаешь, когда порядка 15-20 звонков с утра идет от жителей, да, конечно это неприятно. И мало того, это уже не первый раз повторяется. Значит, у нас два проблемных участка. Это, конечно, первое заобранцалов и кроношпан. Если с кроношпаном все понятно, как бы там принимаются все максимальные эффективные, значит, меры. И этот запах, он безвредный по большому счету. То, что касается заобранцалов, есть заключение Министерства экологии, что есть нарушения там у них, что есть проблемы с очистными сооружениями. И, конечно, здесь в них отношение у заобранцалов такое, ну скажем, пока инертное. Поэтому на этой неделе мы будем проводить большое совещание с представителями заобранцалов, значит, с Министерством Роспотребнадзора и Министерством экологии. И, конечно, постараемся наметить пути решения этой проблемы. Хотя все с нашей стороны меры уже приняты. Воздействие. Это прокуратура, это все наши городские службы, Роспотребнадзор и представители Министерства экологии. И все предписания написаны в адрес заобранцалов. Но одно дело заплатить штраф, значит, и забыть про эту проблему, это, конечно, не решит сутью проблемы. Наша задача, чтобы заобранцалов наметил пути решения, вложил деньги в очистные и, конечно, в перспективе недопущения вот таких проблем. Потому что, в первую очередь, это здоровье наших жителей, это здоровье наших детей, наших ветеранов. Поэтому здесь есть пока еще проблемы, но мы в курсе и занимаемся этой проблемой всерьез. Исходя из слов главы, одним лишь штрафом, сумма которого составляет всего лишь от 20 до 100 тысяч рублей, юридическое лицо не отделается. По крайней мере, не должно. Но жители Электрогорска этого и ждут, что проблема, которая создает дискомфорт уже не первый год, наконец-то будет реально решена. Ровно 75 лет назад началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная в истории человечества. Свыше 26,5 миллионов человек – таковы потери нашей страны. Это огромная цена, которую заплатил наш народ, чтобы освободить весь мир от фашизма. В День памяти и скорби в Электрогорске у памятника погибших в годы войны прошел митинг. Траурные мероприятия проходят в этот день по всей России. В Электрогорске в 4 часа утра память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов. А уже днем сотни людей разных возрастов пришли отдать дань уважения героям, которые пожертвовали свои жизни ради всеобщего мира. Погибших в годы войны сегодня не просто вспоминают, благодарят. Ведь почти для каждой семьи память о войне – это личная история. Он правильно назвал День скорби и памяти. И наша задача, конечно, в этот день – вспомнить и сказать слова благодарности нашим ветеранам. Ветеранам войны, нашим фронтовикам, детям войны, дружинникам тыла. За то, что, сообщая всей страной, от мала до велика, сделали нашу великую победу. И действительно, многие уже забывают, что победа была общей. Все нации и народы Советского Союза встали как один плечом к плечу, чтобы грудью принять на себя удар невиданной силы и защитить весь мир, который был не готов к такой борьбе не на жизнь, а на смерть. Люди осознанно жертвовали своими жизнями, чтобы защитить будущее этого мира. Когда наши отцы, деды и прадеды на границе встали стеной против фашистских захватчиков, это был день сплочения всего нашего народа. Сейчас важно напомнить о тех событиях и о подвиге советского народа молодому поколению, для которого Великая Отечественная война – это уже что-то далекое и абстрактное. Поэтому и необходимы такие акции памяти, чтобы молодые люди не потеряли ту нить, которая связывает поколение. В первую очередь, это история и воспоминания о том, что происходило ранее. И, конечно, нас связывают родственные узы, ведь наши родственники, наши бабушки, дедушки участвовали в войне и отдавали свои жизни за нас. И это главная связь между нами. Все нужно – любить Родину всем. Вот тогда будем все за Родину защищать. Вот тебе и не разрушится связь. Любить в семье друг друга, жалеть друг друга. И вот в этом все счастье. И Родина будет наша всегда цена. Война закончилась благодаря подвигу героев, уже ушедших и еще живых. И, возможно, эта память о том, какой ценой был спасен мир, поможет нам сохранить его. Пейнтболл стал очень популярен в мире. На базе этой игры тренируют бойцов специальных подразделений, проводят спортивные соревнования и просто развлекаются. Вот и в Электрогорске прошел первый городской турнир по пейнтболу. Активная молодежь Электрогорска совместно с администрацией города и Домом молодежи подготовила и провела первые городские соревнования по пейнтболу. Активная молодежь нашего города вышла с предложением провести в нашем городе первый турнир по пейнтболу. То есть организовать команды города, пригласить желающих, молодежь нашу активную. И мы прислушались к этому их совету и решили им помочь. И вместе сорганизовали это мероприятие, то есть при участии администрации молодежного центра, самой молодежи, актива нашего города, сделали вот такое интересное, насыщенное мероприятие. Мероприятие было приурочено к 70-летию города. Помогали его организовать, как мы уже говорили, администрация и дом молодежи, который предоставил часть оборудования. ППШ, пневматический. О, навык. Второй мировой войны. Стрикбольное оружие, КСУ, АК-12. Два КСУ у нас получается, это вот для тира. По мишени прикрепили, как бы развлекаться, стрелять. И все, оно сегодня пойдет в ход? Да, конечно. Кстати, да, для всех желающих был организован тир. Так что перед игрой, или просто чтобы не заскучать, можно было пострелять по мишеням. Что же касается самих соревнований, то на участие в них было заявлено 8 команд. И борьба среди ребят разыгралась нешуточная, так как призовое место было всего одно. Пока команды расстреливали друг друга, зрители наблюдали за происходящим из безопасной зоны за сеткой. Надо сказать, что у всех присутствующих было отличное настроение, и организаторы надеются, что данный турнир станет ежегодным. Да, хотелось бы приводить его ежегодно. Посмотрим, что нам скажут на этой администрации, понравится ли им. И хотелось бы провести турнир большой, человек 100 на 100 на этом карьере, чтобы поднять популярность нашему городу. Это будет интересно. Это был первый городской турнир. Будут ли следующие, покажет время. По крайней мере, те, кто участвовал в этом мероприятии, отлично провели время. Но победителем соревнований стала команда ГРЭС номер 3, с чем мы их и поздравляем. Поздравления с профессиональным праздником и, конечно же, слова благодарности принимали представители важнейшей профессии в Доме культуры, где отмечали День медицинского работника. Праздничное мероприятие, в ходе которого участвовали представители одной из важнейших профессий, прошло в уютном зале Дома культуры. Не мог не поздравить присутствующих с профессиональным праздником Игорь Красавин. И, конечно, я хотел бы вам сказать самые добрые, самые искренние слова благодарности за ваш турнир. Потому что, наверное, нет профессии. И труда более ответственная, чем у вас. Мы вам доверяем нашей жизни, наше здоровье, наших детей. Это самое главное, что есть у нас в этой жизни. В этот день звучали лишь слова уважения и признательности в адрес всего коллектива Электрогорской больницы. Грамоты, благодарственные письма, цветы и подарки вручали самым лучшим представителям профессии. Ну а творческие коллективы и солисты Дома культуры подготовили для гостей в качестве подарка концертную программу. Зрители тепло принимали артистов и награждали их искренними аплодисментами. Наш телеканал присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучали в этот день. Желает медицинским работникам Электрогорской городской больницы, несмотря на все трудности, продолжать упорно и мужественно сражаться за жизнь и здоровье жителей города. Так же, как они делали это всегда. 18 июня 25-летний юбилей отмечало одно из самых известных городских предприятий ЗАО «Эколаб». Предприятие активно работает на рынке лабораторной диагностики и производства лекарственных средств. Большое внимание уделяет важному на сегодняшний день процессу импортозамещения. На предприятии трудятся более 300 электрогорцев, поэтому 25-летие «Эколаба» – это важное событие, в том числе и в жизни города. Праздник получился торжественный. Среди гостей, помимо президента Сейфадина Марданлы и генерального директора Вячеслава Борисова, были глава города Игорь Красавин и депутат Московской областной думы Владимир Пекарев. И на наших глазах когда-то экологическая лаборатория возродилась 25 лет назад, где, как сказал уже президент компании, было всего три комнаты, превратилась в предприятие, достаточно устойчиво стоящее на ногах, которое прошло через те дни 90-х годов, 2000-х годов и все-таки сегодня стоит устойчиво на своих ногах. Конечно же, в этот прекрасный день и в этот юбилей хочется пожелать самое главное – процветание этому предприятию, сотрудникам, чтобы те показатели, о которых сегодня говорил Сейфадин Гашимович, они только росли в плюс. И прибыльность предприятия, и оборот, и, конечно же, чтобы заработная плата тоже не отставала от своего роста. Особую благодарность заслуживает именно коллектив предприятия. Это обычные люди, которые много и честно трудятся каждый день. Ну и, конечно же, само предприятие, которое создает эти рабочие места, а также активно участвует в жизни города. Ни одно мероприятие в городе не проходит без поддержки компании «Колаб», без вашего участия, дорогие коллеги. И, конечно, за это отдельные слова благодарности. За то, что вы поддерживаете наших ветеранов, за то, что вы поддерживаете ветеранов спорта, нашу молодежь. Ну и, конечно, за все ваши добрые дела, их можно перечислять долго. Сегодня, посмотрите, какая замечательная погода. Все под заказ. Все для того, чтобы компания отдыхала, уделили внимание коллегам, было хорошее настроение и, конечно, всего самого хорошего. Я хотел бы каждой семье, дорогие коллеги, пожелать мира, добра, любви, процветания, всего-всего самого доброго. Ну и, конечно, с праздником, дорогой «Колаб». Ну а после теплых речей, которые звучали в адрес руководства и работников предприятия, праздник продолжили концертные выступления. Команда профессионалов, которым не страшен ни ветер, ни проливной дождь, ни палящий зной, они следят за порядком и чистотой в этом городе и наказывают тех, кто нарушает его благоустройство. О рейде сотрудников Госатомтехнодзора и администрации в нашем следующем сюжете. В ходе рейда первым делом была осмотрена территория вокруг Стахановского озера. Далее члены делегации направились на улицу Грыжановского, где зоркий глаз сотрудников Госатомтехнодзора и администрации вновь обратил внимание на состояние теплосетей. Смотри, труба какая. А я уже отснял. Изоляция никакой не... Это вы к зиме так готовите, всю зиму так провели. Но самое интересное было дальше. В тепловой камере, забитой мусором, находился человек. Судя по всему, в нетрезвом виде. Закончив осмотр теплотрассы, делегация направилась в центр города, где вандалами была уничтожена одна из клумб. Также были замечены небольшие огрехи в уборке бульвара. Сдоль того бордюра смет лежит. Зимы остался. Вы ее все приметаете, приметаете. Лопаткой нельзя поработать? Ну давайте работать. Помимо прочего, Илья Лялин обратил внимание на уборку смета с отдельных участков автомобильных дорог. Сейчас сменилось руководство ГУДХ в этом. Ты видишь, какая центральная улица, она такая никогда не была. Я езжу каждую среду на совещание туда, и вот каждый раз поднимают замглав и спрашивают, чем вы занимаетесь. Да, все на ямы кинулись. Ну вот это что, бросили что ли? Да не, не бросили. Отправляйся с метлами, пусть идут вдвоем метут постоянно. Ну а далее делегация направилась во дворы, в одном из которых на элемент детской площадки упал провод. А в соседнем дворе установлены просто убийственные качели. Поручив устранить нарушения ответственным организациям, сотрудники администрации Госадомтехнадзора отправились на Советскую площадь, где обнаружили надписи на зданиях и разбросанный мусор перед входом в магазин. На улице Советской вновь возникли вопросы к теплоснабжающей компании, у которой прорван коллектор под дорогой. И хотя авария произошла несколько месяцев назад, ремонтные работы до сих пор не начаты. Человек был на больничном по две недели, который занимается. Это же вот это вот инфекция. Она сухая летает по дороге, дышит. А потом и дорогу загадили. Все колесами по всему городу ее растаскивают. Что тут у вас канализация, я не знаю, там анализы никто не делает. Какая зараза течет. Ну а за разбросанный мусор рядом с контейнерной площадкой ответственная организация будет оштрафована. Все, жду в гости. 22-я статья от 50. Навалы мусора на контейнерной площадке и вокруг нее. И даже недалеко от администрации города теплоснабжающей компании было нарушено благоустройство. Ее представители пообещали устранить последствия своей работы и вновь посеять газонную траву. Сколько лет пройдет, чтобы она здесь выросла? Посеем. Вот сейте, где газоны вы копаете, сейте траву. Итоги этого рейда подвел заместитель начальника территориального отдела номер 13 госадом технодзора Московской области Сергей Карасев. В соответствии с прижением начальника главного управления госадом технодзора Московской области Витшу и Татьяной Семеновой на территории городского округа Электрогорск, сотрудниками 13-го отдела госадом технодзора проводились надзорные мероприятия. В ходе объезда совместно с представителями администрации и эксплуатирующих организаций, а также управляющих компаний, было проверено состояние мест отдыха жителю воды. Это озеро Стахановское. Во время осмотра территории возник ряд вопросов, в том числе и уборка территории. Дополнительно были проверены состояния детских игровых площадок. В районе улицы Пионерской тоже возникли вопросы, а также уборка мусора и окостровы вдоль инженерных сетей. По итогам объезда организациям, которые допустили правонарушение, будут выданы уведомления и предписания с коротким сроком исполнения. По итогам объезда можно сказать, что территория города в настоящий момент содержится на твердую четверку. Все виновные в нарушениях благоустройства города понесут наказание, но расслабляться не стоит. Сотрудники Госадном технадзора и администрации вновь выйдут на борьбу за внешний вид города на следующей неделе. Совет депутатов Электрогорска вновь собрался для рассмотрения ряда вопросов. Подробнее о повестке дня и о том, как проходило заседание, расскажем в нашем следующем сюжете. Заседание Совета депутатов началось с минуты молчания в памяти депутатец Совета депутатов Ронина и Ольги Николаевны. Первым вопросом в повестке дня стал вопрос о внесении дополнений изменений в бюджет города, так как его доходная часть увеличилась за счет субсидий и, соответственно, выросли расходы. По расходной части увеличение проходит на общую сумму 10 млн 349 тыс. рублей, из них по администрации 9 млн 249 тыс. рублей. В том числе на приобретение оборудования для оснащения спортивных сооружений 5 млн 112 тыс. рублей и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений 3 млн 528 тыс. рублей. Обеспечение жильем молодых семей. Федеральный бюджет 666 тыс. рублей. Из средств бюджета Московской области 1 млн 44 тыс. рублей. Также депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутат Совета депутатов Ронина Ольги Николаевны в связи со смертью и вопрос об утверждении план работы на 3 квартал 2016 года. На прошлой неделе на территории обслуживания ОГИБДД Павлово-Посадский произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, из них 6 ДТП с материальным ущербом в Электрогорске. Также было пресечено 261 нарушение правил дорожного движения. Помимо прочего, на территории Электрогорска в данный момент проводится оперативное мероприятие «Курорт», направленное на обеспечение общественного порядка, недопущение террористических актов и экстремистских проявлений в период летнего курортного сезона. Ну а оценить работу сотрудников госавтоинспекции граждане могут с помощью онлайн-сервиса «Ваш контроль». Для многих болельщиков игра сборной России на Евро-2016 стала разочарованием. Зато электрогорские футболисты сделали все, чтобы вызвать, не побоюсь этого слова, восторг у своих болельщиков. 17 июня показали настоящий класс электрогорские ребята 2003 года рождения. В игре первого тура первенства Павлово-Пасадского района по футболу в Больших Дворах команда Филимонова принимала экс-шар «Вымпел» из Электрогорска. Встреча завершилась уверенной победой ребят из «Вымпела» со счетом 8-1. А уже через два дня мужская команда «Ленком» «Электрогорск» была в гостях у команды «Кузнецы». Игра проходила на стадионе «Спартак» и завершилась с отсчетом 10-2 в пользу наших ребят. В составе «Ленкома» отличились по разу Денис Жданович, Максим Малов, Алексей Кустов. Дубль оформили Роман Федотов и Владимир Сивопалов. И три мяча в этой встрече забил Калмыков Денис. В этот же день на стадионе имени Классона команда «Эколаб Электрогорск» принимала команду «Динамо-Павловский фасад». Наши ребята одержали волевую победу со счетом 2-1. В следующей игре футболисты «Ленкома» принимают команду «Боевое братство» 26 числа 18.00 на городском стадионе имени Классона. Не переключайтесь и не забывайте, что все наши новости доступны на канале в YouTube, а также в социальной сети ВКонтакте. С вами был Тенгиш Джелли. Отличных выходных и до встречи на ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова